Всем привет зрители и подписчики канала на youtube. Сегодня я хочу снять для вас обзор косметики, которую для нас предоставила компания Faberlic. Кому интересно, оставайтесь вместе со мной. Для начала я хотела бы немного рассказать о знакомстве с этой косметикой. Я уже как-то неоднократно в наших влогах рассказывала, что с косметикой Faberlic я знакома очень давно. Еще в свое время, когда компания только начинала свою работу, она называлась «Русская линия», это со временем было изменено название, когда компания вышла уже на международный уровень. На тот момент моя мама начала заниматься данной косметикой и скажу честно, что мои отзывы в этой косметике самые лучшие. В то время я еще была подростком, то есть все проблемные высыпания, связанные с подростковым возрастом, также не пошли мне стороной. Эта косметика стала для меня самой настоящей палочкой, вручалочкой на тот момент. Все те крема, которые я пользовалась, мне очень-очень нравились и очень продолжительное время я пользовалась данной косметикой. К сожалению, поступил такой момент, для меня немножко переломный, то есть когда наступила первая беременность, то ли в связи с гормональным сбоем, то ли в связи с тем, что все-таки много лет пользовалась одной и той же косметикой, кожа привыкла к ней. Не могу сказать точно, что это было, но в фон того, что те крема, которые для меня были палочками вручалочками, просто перестали в определенный момент мне помогать. То есть просто они выполняли функции увлажнения, то есть просто самый обычный крем. А вот те функции, которые были заявлены, к сожалению, к сожалению, просто исчезли для меня. И на тот момент я как-то перестала пользоваться данной косметикой, ушла от нее, начала искать что-то новое, перепробовала очень-очень-очень много всего. Сейчас, когда у нас представилась такая возможность еще раз попробовать данную косметику, я с удовольствием согласилась. И сейчас вам о ней расскажу. Скажу сразу, это будет честный отзыв, то есть в мои обязанности не входит, что рассказать вам, какая это чудесная косметика, как она замечательно помогает от того-либо, от того-либо. А рассказать вам честно, подходит ли эта косметика к заявленным ей требованиям, помогает ли она, борется ли она с теми проблемами, которые заявлены на тюбике. Приступаем. В течение недели всей этой косметикой я пользовалась, тестировала ее, справляется ли она с теми либо иными требованиями, которые здесь заявлены. И начнем по порядку. С первого, чего хотелось бы начать, это универсальное средство для кухонных поверхностей. Оно подходит для чистки, микроволновки, столешниц, фруктов, глянцевых, садовых, холодильников и СВЧ. Также прекрасно справляется с чисткой кухонных плит, то есть, соответственно, газовые панели, сами же печи, СВЧ печи. То есть, абсолютно подходит для любых поверхностей. Чем же меня так заинтриговало это средство? Я заказывала товары из разных категорий, то есть, товары для дома, для волос, для лица, также для стирки и, соответственно, макияж. Чем, в первую очередь, заинтриговало мне это средство? Во-первых, просто решила попробовать. Я недавно вам рассказывала во влоге, что пока покупала средство для ванны, мой папа очень доволен этим средством, он пользуется ими регулярно. Я купила средство, честно, да, очищает, но не так быстро, наверное, как бы хотелось бы. Возможно, может быть, что-то пошло не так. Не могу сказать, что я попробовала только один раз, не могу об этом сказать точно, что средство там плохое, не покупайте его, не заказывайте. Потому что я сама пользовалась этим средством у папы и замечательно очищала и ванну полностью. Что касается этого средства? Во-первых, это средство не оставляет разводов, что немаловажно. Все мы знаем, что когда мы начинаем чистить плиту, особенно там, как это, в СВЧ-пече, такими средствами, которые удаляют жир, начинаются разводы. То есть ты наносишь, там какое-то время оставляешь и надо очень долго его после этого смывать. То есть постоянно разводы, разводы, разводы. То есть очень длительное смывание идет. В этой же ситуации на самом деле очень легко смывать. Буквально раз-два протер, все, средство смыто. Не оставляет никаких разводов. Также имеет очень приятный цитрусовый аромат. Ну, как я сказала, для меня важно, что реально легко смывается. То есть ты не стоишь там 15 минут, смываешь только плиту. То есть все, также эффективно помогает. Все заявленные требования, которые здесь есть, они существуют на самом деле. То есть средство абсолютно с ними справляется. Я не использовала это средство для, так, столешницы я пробовала его. Хладильник СВЧ, честно, еще не пробовала. Но, то есть я помыла столешницу, я помыла кухонную плиту, соответственно, панель газовую. И оно с ним справилось просто идеально. То есть это средство могу спокойно вам порекомендовать. Это подходит для любой хозяйки. Недавно я рассказывала вам о влоге, что у меня есть определенное количество вещей, которые просто невозможно было вывести пятна. Мне писали очень много советов, давали разных рекомендаций по этому поводу, какое средство сделать. Даже давали народные советы. То есть там развести то, развести это, добавить это и замочить на столько-то времени. К сожалению, мне ничего не помогло. Также я заказывала средства, не заказывала, а покупала тогда средства от Faberlic. Мне тогда советовали и карандаш, и такой вот универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Мне не помогло ничего. Скажу честно, даже вот этот спрей, возможно, он очень хорош к тем пятнам, которые только свежие. То есть только посадили пятно, сразу замыли им, и вот, пожалуйста, отмылось. Я спорить не буду. На таких пятнах я его не проверяла, но на застарелых пятнах он абсолютно никак не помогает. Поэтому это средство я составляю для себя в сторону. И, скажем так, на свежих пятнах, возможно, я попробую и, возможно, буду им довольна. На застарелых пятнах нет, однозначно. Это средство стало для меня палочкой-выручалочкой, как я уже сказала. Скажу честно, с первого раза не помог. То есть с первого раза, когда я, причем я не замачивала отдельно, я сразу добавила это средство в машинку, все постиралось, все отстиралось, и пятна стали более бледными. То есть они сразу не исчезли, они стали более бледными, менее заметными. После второй стирки все пятна, я пробовала на нескольких вещей, исчезли. Средство хорошо тем, что подходит оно, во-первых, для стирки детских вещей, как взрослых, так и детских, соответственно. Для белых и цветных тканей можно использовать. Также отбеливает белое белье. То есть это не только как пятновыводитель можно использовать, так же, как и отбеливатель именно для белого. Внутри мы видим такой порошок, удобная мерная ложка. Все написано, сколько добавлять по количеству. Написано у нас сзади на этикетке в способе применения. Соответственно, это я вам зачитывать и показывать не буду. Каждый сам почитает, кому-то средство будет нужно. Справляется реально сложными пятнами. То есть на самом деле, все заявленные требования выполняются. Единственное, что сразу еще раз повторюсь, не с первого раза. То есть, возможно, какое-то более такое непростое пятно, оно выглядит с первого раза, более застарелое пятно с двух раз у меня исчезло. Это средство я вам также рекомендую. Ну, теперь переходим к более таким уже кремам, уходам за лицом, за волосами. Что касается, например, шампунь. Вообще, про шампунь очень тяжело делать какие-то выводы, потому что, во-первых, на тестирование у меня всего была одна неделя. Сразу могу сказать, что в первую очередь моя проблема – это перхоть. Если меняешь средство для волос, у меня появляется перхоть. То есть, причем очень трудно подобрать. Я вот вам также рассказывала. От этого шампуня у меня не появилась перхоть. Для меня это уже огромный плюс. Справляется ли она со своими заявленными требованиями? Сказать точно не могу. То есть, шампунь, в принципе, как шампунь. Он хорошо взмыливается, то есть, пена от него достаточна. Хорошо промывает волосы, волосы выглядят чистым. Глубокое восстановление волос, но судить по одной неделе, это на самом деле тоже очень-очень тяжело. Что крепляет корни волос, тоже по одной неделе сказать, это очень тяжело. Что волосы блестят, да, они на самом деле блестят. То есть, по факту, про шампунь я не могу сказать вам ничего особенного. Ну, то есть, шампунь как шампунь, перхоть у меня он не вызвал, это огромный плюс, я уже повторяюсь об этом. Белый, приятный запах от него, аромат. В данном случае меня он устроил полностью. Кондиционер для тонких, лишенных объема волос. Тут, можно сказать, реально, что касается, роскошного объема, да, объем этот бальзам придает. То есть, с экстрактом полярного мака, запах также, аромат приятный от него. В принципе, здесь, как видите, самое заявленное требование, это объем. На самом деле, объем он придает. То есть, про что говорить шампунь, шампунь, про него, что говорить про бальзам, особо кондиционер судить очень тяжело, тем более по неделе использования. Переходим к крему. Вот такой ночной крем для лица. Что хотелось бы также сначала отметить, что все крема, которые идут для всех типов кожи, всегда вызывают сомнения. Потому что, в первую очередь, они подходят для сухой, в лучшем случае для нормальной кожи. В моем случае у меня кожа комбинированная. И он мне, как ни странно, подошел. То есть, когда я его заказывала, крем, мы, как всегда, надеемся, в принципе, на авось. Но в данном случае я решила попробовать. На самом деле, это так, потому что, в первую очередь, мне нужен был крем для обзора. То есть, понять, на самом деле, заявлено требование, что для всех типов кожи, либо же не заявлено. Текстура крема просто шикарная. То есть, крем белый. Аромат у него очень приятный. Ну, то есть, отдушки особо такой, там, противный какой-нибудь нету. Против возрастных изменений. Насчет возрастных изменений сказать пока ничего не могу. То есть, также, потому что недели для этого мало. Кожа после него отдыхнувшая. То есть, наношу этот крем на ночь. Кожа реально отдыхнувшая. То есть, кожа немного подтянутая с утра. Сказать более подробно про него очень-очень тяжело. Что сказать? Очень хорошо впитывается. Подает увлажнение. Впитывается довольно быстро. Ну, так как это ночной крем, в принципе, это не так важно. Но в то же время, в то же время. Так. У нас здесь заявлено, в первую очередь, что он нас должен делать. Что у нас в первую очередь? Способует сокращению морщин. По неделе ничего с этим не скажешь. Делает кожу мягкой и эластичной. Да. Улучшает цвет лица. Да. Восстанавливает тонус и упругость. С утра это чувствует. То есть, что лицо реально такой вот тонуси. Да. То есть, оно такое ощущение, когда немножко подтянутая. Это есть. Сужает поры, делает их менее заметными. Не могу пока сказать. Выравнивает поверхность кожи. Да. Кстати, замечаю. Я просто читала также отзывы про него. Замечательно подходят. Люди используют его также как базу под макияж. Укрепляет защитный барьер кожи. Защитный барьер кожи. Но это уже вопрос очень спорный. То есть, к этому это увидеть очень-очень тяжело. То есть, в принципе, крем очень бюджетный. Что тоже немаловажно. То есть, и со своими заявленными функциями на 50% он точно справляется. То есть, чтобы увидеть дальше его действия, конечно, нужно более продолжительное пользование им. Дальше переходим к такому крему. Крем. Так, активный крем-гель антиакне. Что про него хочу сказать? Этот крем, которым я пользовалась раньше. То есть, он уже очень много лет на рынке. И этим кремом я также очень довольна. То есть, своим заявленным требованием. Что он способен на 100% тоже сказать не могу. Но с воспалениями, покраснениями он борется просто прекрасно. Заметно мешает размер и красноту. То есть, да, воспаления у меня на лице тоже бывают довольно часто, к сожалению. С этим он борется просто прекрасно. Подходит как подросткам. То есть, когда у детей начинается переходный возраст. Как для девочек, так и для мальчиков. Так, склонный появление прыщика несовершенств и черных точек с расширенными порами. Так, утолщением роговым слоем и нейронным рельефом. Что он борется с нейронами кожи, это также 100%. Что убирает покраснения, это также 100%. То есть, можете попробовать там, если есть проблемы у детей в подростковом возрасте. Для себя. Это средство замечательное. Тоже очень приятный запах. Хотелось бы вернуться. И также впитывается очень легко. То есть, его нанес. Впитывается моментально. Много его не надо, что тоже очень экономное использование. Крем для кожи вокруг глаз. Тут, конечно, что хотелось бы сказать. В первую очередь, от него глаза не слезятся. Если, не дай бог, крем попал в глаза. Запах у него приятный. Хорошо также впитывается. Увлажняет и питает кожу. Это однозначно. Что заявлено в нем? Невидимый корректор максимаскирует темные круги. Насчет темных кругов сказать ничего не могу. К счастью, такой сильной проблемы у меня нет. Придает коже вокруг глаз здоровый и сияющий вид. В принципе, в принципе, крем как крем. То есть, болезнь, он с морщинками, которые появляются первые, сказать не могу. Потому что у меня их особо нет. И, в принципе, в понеделе, даже если они какие-то маленькие есть, это не заметишь. В данном случае он хорошо увлажняет и питает. Пользоваться можно как вечером, так и днем. Это тоже большой плюс. В принципе, что касается таких вот обычных кремов для глаз. То есть, тут тоже очень трудно судить. Мне понравился аромат. Мне понравилось то, что он хорошо впитывает. И понравилось то, что глаза не слезятся. Потому что бывает реально, что попадает крем в глаза чуть-чуть. Там даже какая-то малая капля. И глаз начинает слезиться. Увлажняет, питает. Да. Далее, пока сказать о нем ничего не могу. И осталась у нас одна пудра. Пудра, она сама по себе компактная. Это раз упаковка. То есть, конечно, ну это на мой взгляд, дизайн можно сделать было немножечко попроще. То есть, после того, что вот эта часть, конечно, очень выпуклая. То есть, она ни к чему. Но такой дизайн пудры, как есть, так есть. В принципе, в любом случае компактность от этого ее не сильно изменилась. Матирующая пудра для лица. Называется она путь к совершенству. Первое, что хотелось бы отметить. Повлачает избытки лишнего жира. На самом деле, так оно и есть. Наносится она легко и равномерно. Хорошо матирует. И ее не видно на коже. Это тоже большой плюс. То есть, когда наносишь на кожу, нет такого чувства, что на тебе сделана, боже мой, маска как будто нанесена. То есть, тут она просто замечательно с этим борется. Также цвет не желтит. Не забивает этого пудра поры. То, что немаловажно, также цвет в каталоге, цвет на картинке. Если заказать через интернет, соответствует тому, что тебе присылают. То есть, не значит, что ты сказал один цвет, а пришел там тебе темный. Либо же на картинке он кажется одним, а на деле он тебе совсем другой. То есть, один и тот же тон. Тон у нас здесь получается. Я себе заказывала так. 61.15, так понимаю правильно. Да, вот, наверное, 61.15, наверное. Тон. Матирующая пудра для лица. Путь к совершенству. Значит, сверху у нас пудра сама. Тут у нас находится зеркало, когда открываешь его. И уже сама непосредственно пудра. О, прошу, вообще не пудра, а губка. Ну, она совсем-то, всем такая детская. Вообще маленькая, маленькая, маленькая. То есть, тоненькая. В принципе, спокойно. Так, там пока уберем сторону. То есть, распределяет она хорошо. Она тоже у нас совсем такая, вот, как детская на самом деле. В принципе, пользоваться ей удобно. Насколько хватит, судить не могу. Потому что слышала, кому-то хватает и на постоянное пользование этой губкой. То есть, пока не кончится пудра. Кто-то там, кому-то на 2 месяца, кому-то на 3 месяца. То есть, в зависимости, как часто вы пользуетесь пудрой. То есть, ну, соответственно, чем больше пользуетесь пудрой, тем быстрее сама пудра заканчивается. Например, я пользуюсь ей не очень много. То есть, не постоянно наношу ее на себя. И пока она в идеальном состоянии, но прошла всего лишь неделя пользования. И то, наносила я ей не каждый день. Ее такая, как игрушечная совсем. Ти-ты-тык. Ну, как и любую пудру, ее легко носить в сумочке женское. Кинул и будь доволен. В принципе, что хотелось бы сказать по этой косметике, по заказу, который мне пришел. Как я обещала, что отзыв будет честный. Я сказала вам на самом деле, как оно и есть. То есть, эти два средства просто замечательные абсолютно. Что касается шампунь. Шампунь, как шампунь. Самое главное для меня, что у него нет перхоти. То есть, волосы прекрасные. Повторяться не буду. Эти свои средства просто изумительные. Крем тоже очень-очень понравился. То есть, конечно же, все очень индивидуально. Что касается косметики, тут вообще судить очень тяжело. Потому что у каждого свой тип кожи. И, соответственно, кому-то... Для кого-то есть это хорошо, для кого-то на самом деле плохо. То есть, тут уже решать вам. Огромный плюс, особенно вот этой серии. То есть, я вообще прочитала полностью про эту серию. Не могу сказать, как она для меня именно. Серия, правда, бюджетная. То есть, клеймов все там за 100... Чуть-чуть за 100 рублей. То есть, грубо говоря, там 120, 111, 30, грубо говоря. По отзывам людей, они справляются с теми функциями, которые заявлены. Многофункциональный комплекс, полученный из вербены. Пробуйте, заказывайте, кому это интересно. Надеюсь, вам будет полезен этот обзор. Всем хорошего настроения. Всем пока. Буду рада вашим комментариям. Пишите, оставляйте. Возможно, есть какие-то вопросы. С удовольствием на них отвечу. Всем пока-пока. Продолжение следует...